Стивас приятен, ламитингу ностру диастаз, принтриной, айчампиадцы, энчендру капитали, если пришединтели републичи Молдова, домну Игорь Додон, позвольте мне пригласить на эту сцену к нам, потому что рядом с нами сегодня находится всенародно избранный президент республики Молдова Игорь Николаевич Додон. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Николаевич, если надо, будем сидеть здесь до 24 февраля. Но я думаю, что это хорошая идея, но не надо. Я думаю, что если нужно будет, мы вернемся сюда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 по успеху. И у нас была создана воровительной сумме. Мы с вами пропустили две недели и застеждаем. Я сказал, что нет. Они в гостях в размере до сетей. Они в т damagedplexes. И они устроили в звонок. Паринцы. Хайдите с мерзимой департи функционарией дистата. Дениферите домене, профессори для онкит школы, градиницы ликитати, спитали ликитати, тенерету ноздру. Зече ани у Урмы. Ярау 820.000 студентцам Молдова. Анатолия Молдова, и сейчас 65.000. Мой пыцин студентцам, мой пыцин господин, мой пыцин элег. И тот факт с случаем случается в прошлом 10 лет. И я хочу вас вопросом. Мой рэпдем? Мой рэпдем? Я, в каждой зи, ауду от людей, ажунг, ажунг. Они, которые, за 10 лет, которые в руках гуернарии, это же люди. Мой коллега сказал, что Санду, Канду, Данаса, Настаса это же самые люди. Мы, в 2019, должны быть все вместе. Мы не искали. Все на гуне. Все, которые могут быть за 10 лет, абсолютно все должны быть в порядке. Нужно быть в порядке, в порядке, в порядке. Нужно быть в порядке. Нужно быть в порядке, в порядке. В 10 лет назад, в 2009, они уничтожили двое в порядке. И в этот год, когда они уничтожили, они уничтожили, что здесь не критик. То есть, они уничтожили 1 миллиард рублей, чтобы сделать этот парламент. Это хорошо? Если президент Додона гасит деньги, не в бюджетный штат, а уничтожили, это плохо. Я хочу сказать, что мы знаем, что мы знаем, как мы, и мы делаем паз у паза, и мы решим все проблемы. Не с тем, что мы называем пазы. Мы знаем почему. И мы показывали это. Это было в 2014. В 2014, социалисты успели уничтожили парламентные. Вы что с вами? Поехали, когда они уничтожили в парламент. Ирина Влах, беспартийный кандидат с нашей поддержкой, победила в Гагаузе. И сегодня, Ирина Федоровна, знаете, очень многие завидуют Гагаузам. Потому что там порядок. Потому что когда в Кишиневе закрывают, там открывают. Когда здесь запрещают российские каналы, там показывают. Там строят дороги, там строят детские сады. И это тоже наша совместная победа. Мы победили в 2015 году там вместе. И мы победим вместе с ней и в следующем году. Мы ее поддержим на следующий башканский срок. Правильно или нет? Ирина Федоровна, тебя Кишинев поддерживает. И не только Кишинев. 2019 года показало. Показали очень четко, что они просто так не сдаются. Они сняли все полномочия. Они пытаются нас провоцировать для того, чтобы мы сделали неправильный шаг. Но я уверен, что им уже ничего не поможет. Следующий год, 2019 год, наш год. Год социалистов. Год народа Республики Молдова. И мы обязаны победить. Февраль 2019 года. Это месяц победы социалистов. После 10 лет разрухи. Я хочу вам напомнить, что у нас были уже такие периоды в Молдове. Февраль 2001 года. Тоже после 10 лет разрухи. Тоже красные победили и взяли парламентское конституционное большинство. Вот в чем наша задача. И примерно тоже такие демократы были у власти в 90-х. Я хочу вам напомнить. Разрушили колхозы. Разрушили все предприятия через воновую приватизацию. Разрушили районы, создали уезды. Все это было до 2001 года. Помните? И тоже платили зарплаты в калошах. И тоже в феврале, напомню, в феврале 2001 года, 18 лет назад, всех смели. Так вот у нас сейчас шанс и задача повторить это. Тоже 10 лет прошло. 2019-2009. 10 лет. И мы должны всех смести. Это все будет зависеть от каждого из нас. Все будет зависеть от тех, которые здесь пришли, от тех, которые нас смотрят. Да, нас сегодня здесь очень много. Но нас намного больше. Мы не ставили себе задачу насильно привести всю страну сюда. Не в этом задача. Наша задача сегодня показать, что мы настроены очень серьезно. Я хочу сказать нашим политическим оппонентам, из демократической партии, из других партий. Если вы думаете, что нас можно запугать, не получится. Эти два года мы терпели. Но больше этого не повторится. Если вы думаете, что мы будем терпеть дальше, чтобы вы приостанавливали, не приостанавливали президента, забудьте про это. Все, забудьте про это. Я хочу к вам обратиться, дорогие друзья, чтобы вы знали. Я не исключаю, что в ноябре нам придется опять собраться. Эти ребята могут пойти на все, что угодно. Вы слышали, ликвидация президентуры и так далее. Я вас очень прошу, будьте готовы, когда мы скажем, возможно, это будет даже в этом месяце, чтобы мы все вышли на площадь сюда. Поддержку президента. Поддержку народа. И я думаю, что мы все выйдем. Выйдем? Но самое важное, собраться, вот все силы в кулак, у нас другого шанса не будет. Это февраль следующего года. Нужно победить с преимуществом. Знаете, как в спорте. Не надо думать о судействе. Но и чистая победа нужна. Нужно победить с большим отрывом. И после этого, чтобы все были готовы, чтобы мы вышли сюда защищать эту победу. Мы понимаем, с кем мы имеем дело. Поэтому я вас призываю консолидироваться, победить и потом защищать эту победу. Победа ничего не стоит, если ее не будем защищать. А мы обязаны ее защитить. И я уверен, что все мы будем вместе. Будем вместе! Я вам обещаю, дорогие друзья, Что я не сдамся. Знаете, у нас в Каларашев сад, вот там мои сельчане, из Деланодина Садова. Но из Данчейнари Молдовени. Мы знаем, что мы будем революционные. Мы не ждем, что мы будем в Богоаре, мы как бы сельчане, но если мы не сельчане, мы будем в голове, мы будем в голове. Если они думают, что они будут сельчане здесь. Попору молдовнесту, знаете как это, он и ревдотвор, пока в этот момент. И когда приходит время, то ажунжи. И если мне кажется, что мы сейчас, что мы будем снять, мы будем снять пумы на массы, мы говорим, ребята, хватит, хватит. Десять лет вы будете снять, ажунжи. И если мы будем снять эту силу и вернуться, я уверен, что Виктория будет быть частью нашей. Потому что мы должны спасать ситуацию, сохранить для наших детей, для наших внуков. Не забыть про наших ветеранов. Вот здесь ветеран Великой Отечественной войны. Кстати, следующий год тоже символичен. 2019 год, 75 лет освобождения Молдов от фашистов. 75 лет назад нашу страну во время Великой Отечественной войны освобождали от немцев, от фашистов. Так вот, в следующем году мы должны освободить от евроунионистов. Я уверен, что мы с этим справимся. Справимся? Да! Спасибо! Победа будет за нами! За Президента! За Президента! За Президента! За Президента!